Так звучат 50-е, когда через патефон музыка с узнаваемой хрипотцой пленила сердца советских людей. Сегодня его заменяет плеер, но за теплым звуком люди идут на барахолки. Людей, которые интересуются вещами советской эпохи, очень много, особенно китайцев. Туристов тянет ностальгия по мощи советского промо о рожденных в СССР воспоминаниях. Ведь наконец-то можно перечитать Чука и Гека или вспомнить Олимпиаду 80. Тут приходится, как в детстве побываясь, я видел даже утюг, углем который. Я помню, в детстве играл с ним, как будто пароход был. На час, окунувшись в советское прошлое, я понимаю, что оно славилось не только талонами и очередями, а еще и пресловутым, настоящим советским качеством. Был железный занавес, но некоторым и он не мешал быть на волне с Западом. Это было время винила. Вот тот самый звук, который рок-н-ролльный, настоящий, он именно здесь находится? Да, он на виниле. Александр Ботов, меломан, переживает, что звук уже не тот. Музыка и фильмы теперь в смартфонах, как и книги в электронных читалках. Электронные книги это уже не то. А книги, которые здесь продают, это все равно напоминает как-то немножко прошлое, детство. Даже пахнет. Да, пахнет даже. Так пахнет винтаж. Первыми плеерами, временем, когда диски были не лазерными, а виниловыми, значки не компьютерными, а нагрудными. Если цена у такого прошлого, ностальгия бесценна. Рамиль Шайдорин, Марац Идгараев, ТНВ, Казань.